Продолжение следует... На первой линии будут одни ПТшки воевать и нужно затаскивать с тяжами город и уже потом давить либо базу, либо центр, а либо возвращаться на сбитие. Отдали полностью наши СТшки центр врагу, то есть 4-й, 5-й квадрат не заняты нашими. Это очень опасно, потому что СТ врага могут выходить, подсвечивать и уже арта дальше будет отрабатывать. И хотя арта маленькая, премиум, она все равно сможет очень сильно накидать и сделать вред. ЛТшка врага поехала в город, вообще непонятно зачем, просто тупо слилась. Но он сделает хорошее дело, он будет хорошим укрытием для Т-29. Как вы знаете, у Т-29 корпус картон, а вот башенка очень хорошая. И если правильно прятать корпус, можно из-за башенки другого танка, из-за его трупика, просто шикарно отстреливать врагов. Немножко ускоримся, наш игрок выталкивает танчик. Медленно, но верно, и пока союзники идут в атаку, он делает себе позицию. Вот если бы союзники не проломили эту улицу, это было бы очень правильным решением, потому что отсюда можно спокойно теперь высовываться, остановиться за этот танк. И абсолютно ничем не рискую, даже покажу вам сейчас это все дело спереди. То есть полностью танк спрятан за танком противника, и можно спокойно отстреливать любого врага, не рискуя получить плюшку в корпус. Прострел есть из-за трупа светлячка. Не светится абсолютно ничьи корпус, то есть только в башню могут работать враги. И это очень хорошо для этого танка. Противники, как видим, у нас почти сломали первую линию, то есть они уже на J линии находятся по единице. А 2 СТ по-прежнему держат центр, никого не пускают на дальше Е линии. А в городе все хорошо, то есть в городе сломали стоящего там буквально ВК, СТ-шку сломали, ПТ-шку мелкую. Остались там буквально КВ-1, КВ-13, и Як-Пантера стоит. Но это все очень легкие цели, они скоро умрут. Еще немножко ускоримся. Выход в спину, то есть пока другие танки отвлекают, наш игрок заходит в спину противнику. Фрагов пока у него еще нет, счет еще 4-4, то есть ничего не предвещало беды в этом бою. Ну, за исключением того, что центр сломан. СТ-шки в центре все уже полностью проломили, и... Скоро будет печалька. Пантера набила троих уже. Точнее, не до Пантера. И вот наш игрок начинает раздавать. А первая плюшка уходит в ангар КВ-13. А дальше Як-Пантера прицел в двигатель. Но я бы, кстати, чуть правее взял, стрелял бы в бензобак. Тем не менее, пробитие 328 дамага. Пантера очень загрустила. Сейчас, скорее всего, будет разворачиваться уже даже. Живот уже развернулась, потому что такую плюшку нельзя прощать. Но не успевает выстрелить и умирает. Зато нашему игроку прилетает первое попадание от кого-то с базы. Хороший весьма дамаг прошел. Скорее всего, это была арта. То есть на... 150 где-то, даже на 200. Почти 200. Там 190, 180 где-то такой был дамаг. Скорее всего, это была арта. Арта, как видим, выбрала нашего игрока сейчас как цель. Постоянные разрывы сплэшевые. Это именно разрывы от арты. Видим, скорострельность арты просто очень бешеная. Француз славит своей скорострельностью. Пусть он не очень сильно дамажит, но количеством выстрелов он может просто достать. В особенности, он будет критовать что-то в вашем танке. Или накидывать в решетки радиатора, в люки. Это будет эпик фейлом. Но нужно возвращаться на базу. Как видим, полностью сломана уже первая линия. По-прежнему там вторая, третья, четвертая под контролем врага. Там стоят СТ-шки. И эти СТ-шки могут закидывать во всех, кто пытается дефить базу. Поэтому игрок сразу возвращается на базу. Заранее, не дожидаясь, пока появится цель. Тем временем умерла арта. По-моему, которая стояла просто с самого начала, просто в кругу и ничего не делала абсолютно. Может, я ошибаюсь. Может, арта и сделала пару выстрелов. Но арта очень часто забывает, что у нее есть гусеница и она может отъехать. Тем более, если направление сдано. Первая плюшка в СТ-шку, которая стоит на центре. Ну, СТ-шка не хочет убегать. Ей нравится эта позиция. Она, по-моему, отрабатывает кого-то из наших тяжей. Второй выстрел на удачу без засвета. И тем временем полностью пробили базу. Полностью на базу вышла ПТ-шка. А на базу могут прийти в любой момент две СТ-шка. Наши, тем временем, не убили даже до сих пор артони. Не могут выйти к базе. Их там тоже встречают ПТ-шки врага, которые стоят на Б1, А2. То есть, в том районе. И не дают нашим выйти из города. Остаткам наших. Счет уже 6-11. То есть, все идет абсолютно к сливу. Противник на базе, на захвате. Но здесь тоже очень удобная позиция появляется. Наш герой стоит так, что дорога закрывает полностью его корпус. Над дорогой появляется только башенка. И даже, как видите, в угол башни очень трудно и неудобно пробивать. Плюхи прилетают просто на ура. Но это все либо рикошеты, либо непробития. Вот Т-52, кстати, оказался умнее. Он пошел в обход. Но то ли слишком торопится, то ли пытается выцелить каких-то воображаемых противников. Но он вертит с пушкой куда угодно, только не в наши игрока. Но, конечно, он попал. Но нужно ставить на густую. Нужно заходить бить в бензобак. Вместо этого он пытается пробить переднюю плиту. Тут, кстати, пробивает, что очень странно. Попытка протаранить, снять гуслю. Но гусля не сняла все ПТшки. А вот ПТшка сделала, по-моему, выстрел на автоприцеле. Попала под башню и не пробила. А сейчас мог бы быть, конечно, хороший выстрел в движок с пожаром. Но этого не случилось. Шикарная башня Т29 спасает его просто от смерти сейчас. Почти от смерти. То есть еще один рикошет. Принятый, я уже уверен, очень такой дикий дамаг. Уже больше ХП. Явно раза в два. Тем не менее, башня продолжает спасать нашего игрока. СТшки решили, наконец-то, спуститься с центра, что давно надо было. Но они сейчас выбирали, как бы, либо возврат на свою базу для дефа, либо атака базы нашего игрока. Все-таки выбрали атаку. И вот тут уже самое сложное. Бьет арта, как видно, хорошо бьет, пробивая. СТшка спустилась на базу. Еще одна СТшка или ПТшка берет базу. Плюс квас, плюс еще один противник. Но они, к счастью, все уже шотные. То есть они уже раздамажены либо нашим игроком, как вот СТ, либо другими игроками. Квас высовывается, получает плюшку, уходит в ангар. СТшка вместо того, чтобы выйти на игрока, когда он отвлечен квасом, вместо того, чтобы закрутить его, зайти к нему в борт, просто отдается. То есть он отъезжает назад, ждет перезарядки тяжа, и после этого сливается. Ребят, у тяжей перезарядка больше, чем у ваших СТ. Не бойтесь заходить к нему в борт, не бойтесь идти как-то в клинч. Точнее, не в клинч, а идти закруживать тяж. Перестреливаться на дистанции с тяжем нет никакого смысла абсолютно. Тем более, давая ему шанс отъехать назад, перезарядиться, только потом вылезти. Нужно использовать скорострельность своей пушки. Следующая СТшка тоже не торопится зайти в борт. Долго-долго мялась. В итоге тяж перезарядился. И убил эту СТ. Счет уже 11-14. Видно, что прилетают голдовые снаряды от кого-то. То есть по характерному шипению. Скорее всего, это от француза летят снаряды. Уже как бы осталась последняя голда. Фугасы все вышли. БДР не пробивает тоже. Вот заметьте, если бы хотя бы у кого-нибудь из игроков противника были фугасы, Я думаю, 88 мм немцев хватило бы на ура. И БДР тоже фугасом мог бы снять вот эти вот несчастные 60 хп. Тем не менее, 8 у нашего игрока фрагов уже есть. Еще 3 на карте. Еще можно стрелять, стрелять и стрелять. Начинается небольшой флут, небольшой троллинг противника. Чтобы хоть как-то развить обстановку. Арта еще раз накидывает голдой и... Опять не пробивает, опять попадает в башню. Просто у арты сегодня фейловый день. Если бы остался хотя бы один фугас у арты или что-то такое у других игроков. Но нет. Все заряжают либо голду, либо ББшки, а фугасы не берут. Вот наш, кстати, игрок взял один фугас, но я бы ББшками пожертвовал и взял бы лучше бы не один, бы где-то фугаса 3-4. Иногда очень бывает так, что нужно их в бою использовать. Арта написала, что закончились патроны. Ну, скорее всего, у него уже вышли просто последние голдовые патроны в спешке отстрелянные. Хотя это, может быть, и был такой некоторый обман, военная хитрость. Посмотрим. На захват пошла еще одна ПТшка. Тоже непонятно, смысл ставиться на захват. То есть АМХ, он очень такой высокий и в него легко попасть. Но вот сейчас, конечно, игрок поторопился, немножко не попал в него. Тем не менее, вторая ПТ просто не отследила момент выстрела и вышла слишком поздно. Дала игроку перезарядиться, развернуться, свестись на себя, то есть все что угодно. Хотя, по сути, после первого же выстрела по АМХ можно было с Ушки выходить и спокойно достреливать в борт. Просто не парись ни о чем. Тем не менее, Сушка что-то ждет. АМХ уже в ангар улетел. Сушка продолжает стоять, не выходит. Ну, глупо, глупо, очень глупое поведение. И игрок выходит именно на нее. И вот он, Фугас. Сушка, наконец-то, зарядила Фугас. То, о чем я говорил до этого. Хоть у одного игрока из всех команды Олени противника оказался Фугас. Но, к несчастью, Дом подумал по-другому и не стал давать ему фрага, не стал давать Сушке победу. И осталось один ХП у нашего игрока. То есть еще можно немножко потроллить, отвлечь Сушку. Потому что если она сейчас скинет еще одним Фугасом, это будет точно смерть при любом дамаге. Потому что единичка снимается просто на ура. Единственное, что может быть непробитие. И вот это может реально спасти. Но, сами понимаете, непробитие из Сушки по Т29 это будет эпик фейлом. Тем более, если на голде. Наш игрок пытается выманить Сушку, потому что выходить сейчас туда нельзя. Как видите, такой рельеф заканчивается в этом месте. И дорога начинает становиться уже более ровной. Плюс пушка не склоняется при выходе на дорогу. И если игрок поднимется на нее, он просто задерет морду вверх. Не сможет опустить пушку. И будет, ну, какие-то пару секунд очень хорошей легкой целью. Поэтому он обходит со стороны эту дорожку. Чтобы уже спокойно наводиться именно вниз камня. Туда, где может вылезти Сушка. Но она не торопится. Она прячется. Возможно, она ждет арту. Но судя по тому, что нет давно разрывов. Арта просто уже успокоилась. И реально у нее нет снарядов. А вот Сушка промазала. Либо она промазала ББшка и не попала туда, куда можно пробить. Либо она тупо стреляла фугасом и тоже не пробила. И вот это было бы, конечно, уже эпик фейлом. Не снять один ХП. Тем не менее, Сушка ушла в ангар. Это уже 10-й фраг. Еще 14-14. Осталась просто одна арта. И это будет уже красивой победой. Красиво дострела арты. И вот здесь, конечно, бы арта могла подколоть. И взять один еще последний снаряд. Который был бы просто последним в стволе. И последним снарядом добить нашего игрока. Но, походу, арта не врет. По крайней мере, игрок написал, что встреча будет в городе. Чтобы арта расслабилась. Приехала в город. И ее можно было бы убить. Более-менее безболезненно. Но сам игрок пошел на центр. Чтобы спокойно с центра отстрелять город. И не подставляться под арту. Нервничный игрок. Естественно, здесь немного лоб вспотеет. Но и руки будут. Просто нереальный мандраж. Красные щеки. Вот уже арта. Но игрок что-то и не замечает. Скорее всего, пишет в чате. Если бы у арты был бы еще один снаряд. То могло бы быть фейлом. Она могла бы успеть свести сейчас. Но, тем не менее, она едет. По-моему, у нее правда закончились снаряды. И она улетает в ангар. Очень красивый бой. Один из фрагов. Пусть из них, допустим, последняя арта была добита. Но бой на базе, использование башенки, использование рельефа местности были просто красивые. Спасибо за такой классный реплей. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте. Там сейчас идет голдовый конкурс. И всем пока.